Здравствуйте! Лев Николаевич Толстой был, пожалуй, одним из самых известных студентов Казанского университета. И действительно, те годы, которые он провел здесь, в Казани, самые важные в его жизни, потому что это годы молодости, годы становления. Хотя, к сожалению, мы мало о них знаем, потому что даже в последних биографиях Толстого всего несколько страниц посвящены этим очень важным годам его жизни. Но именно в Казанском университете начинаются научные исследования Толстого, потому что еще в 1894 году, представляете, еще при его жизни, Николай Павлович Загозкин, профессор университета, одно время бывший его ректором, публикует статью, которая посвящена была студенческим годам Толстого. А потом появляются воспоминания о нем, как о студенте. И сам Толстой тоже очень много рассказывал своим биографам о казанских годах. И вот в 1928 году, к 100-летнему юбилею Толстого, здесь в Казанском университете печатается сборник, который называется «Великой памяти Льва Толстого». А потом появляется книга, вот эта книга тоже профессора, казанского профессора Ефима Григорьевича Бушканца «Юность Льва Толстого. Казанские годы». И теперь в этом году мы отмечаем 190 лет со дня рождения Толстого, и этот год у нас в республике, в Казанском университете объявлен годом Толстого. Именно поэтому Институт международных отношений совместно с телевидением Казанского университета «Универ ТВ» организовал для вас цикл лекций. Лекции будут читать крупнейшие специалисты по творчеству Толстого, по биографии Толстого со всего мира. И не случайно цикл называется «Словисты России и мира о Толстом». Я надеюсь, что этот цикл будет интересным. По крайней мере, приглашать мы будем самых крупных мировых специалистов. Итак, сегодня я бы хотел поговорить немножко о том, как Китай преломился в жизни Льва Николаевича Толстого, и как потом сам Лев Николаевич Толстой оказался в Китае. И вот говоря про эту совершенно необъятную, как и сам Лев Николаевич, проблему или тему, пожалуй, хотелось бы мне начать с конца. С конца, потому что даже, можно сказать, с выводов. Хотя, по идее, по классическим всем канонам, лектор должен обычно подвести своих слушателей к этому в конце. Но дело ведь в том, что сам Лев Николаевич, когда заинтересовался духовной культурой Китая в лице его важнейших каких-то мудрецов, в лице его величайших философов, в лице его величайших доктрин, он ведь сам, строго говоря, Китаем в чистом виде, Китаем как таковым, не особенно интересовался. Во многом его представления даже, можно сказать, были совершенно ошибочны, но он был гений. И поскольку Лев Николаевич был гений, то он оказался и в отношении своем к китайским различным феноменам отчасти впереди планеты всей. Множество выдающихся мыслителей XIX века, помимо самого Льва Николаевича, и тут были совершенно разные персоны, они вдруг неожиданно обнаружили, что почему-то грядущий век индустриальный, промышленный, с паровыми машинами, с пушками, с железными пароходами, он почему-то никакого счастья никому не несет. Он наоборот, для целого человечества, для отдельных каких-то стран, для каждого отдельного человека оборачивается кошмаром. И вот сюда возникает стремление каким-то образом этого кошмара избежать, каким-то образом оказать ему сопротивление, может быть, даже сопротивление эстетическому, чтобы все-таки поставить приоритет внутреннего в человеке, чтобы человек все-таки оставался человеком, человек рос как человек. И совершенно очевидно, что, как водится, существует замечательное высказывание «экс ориента люкс», «свет приходит с востока», и, естественно, отчасти можно было что-то искать и на востоке, нужно было попытаться найти какие-то мотивы. Сам Лев Николаевич, как известно, поставил на первое место любовь. Она стала главной доминантой того учения, которое называется «Толстовство». Как бы мы его ни называли, с какой бы мы интонацией его ни называли, как бы мы к нему ни относились. Соответственно, любовь людей друг к другу может, по Льву Николаевичу, привести к такому вот замечательному состоянию мира, состоянию общества, при котором обман, раздор, насилие, напротив, будут заменены братской любовью друг к другу, согласием, правдой. Совершенно очевидно, что на востоке подобного рода учения были, существовали, и именно в них Толстой, безусловно, черпал свое вдохновение. Однако примечательно другое. То, что когда он поступил на восточный разряд Казанского университета, такое уникальное для него созданное, можно сказать, направление, турецко-арабское, Лев Николаевич ни востоком в целом, ни Китаем не интересовался вовсе. То есть вообще так произошло, что к делам Китая Лев Николаевич обратился сравнительно уже зрелым человеком. То есть ему было уже практически там около 30 лет. Он уже имел бесценный в своем роде фронтовой опыт, он уже участвовал в обороне Севастополя. Но вот если взять опубликованный его дневник, то 30 апреля 1857 года впервые появляется запись о Китае, и то в связи с делами Европы, в связи с тем, что англичане, развязав очередную торговую войну в нарушении всех конвенций, начали агрессию в Южном Китае. И примечательно здесь то, что сослуживец Льва Николаевича по Севастополю, Лев Федорович Балюзек, он в тот период попал в дипломатическую миссию, был отправлен как раз в Китай. И несколько позже, в год отмены крепостного права, в 1861-м, Балюзек стал, то, что тогда называлось на официальном дипломатическом языке, министр-резидент. То есть он стал первым послом Российской империи в Китае. Отсюда, кстати, вероятно, возникла вот эта вот легенда, которую потом и сам Лев Николаевич поддерживал, уже вот общаясь со своими родными, уже в начале 20-го века, то есть больше, чем через полувека, о том, что якобы и самого Льва Николаевича вербовали, как офицера-артиллериста, для подготовки китайской армии. Но, тем не менее, это еще не настоящий интерес к Китаю. Все всерьез началось еще примерно через два десятилетия, когда Лев Николаевич обратился к очень серьезным мировоззренческим вещам. В первую очередь он обратился к Евангелию, в первую очередь он обратился к христианству, когда возникло его знаменитое соединение и перевод четырех Евангелий и изложение основ разумной веры. Его легендарный трактат «В чем моя вера?» — это как раз период до 1884 года. И вот тогда-то он обратился уже к китайским учениям всерьез и в глубине. В первую очередь, однако, его внимание привлек даосизм, учение в каноне «Пути и добродетели» — дао-да, дао-да-дин. Но, как известно, Лев Николаевич китайского языка не знал и не пытался его изучать, не пытался им как-то всерьез интересоваться. Поэтому Лев Николаевич использовал лучшие научные переводы тогдашних ведущих европейских специалистов. В частности, дао-да-дин он читал прежде всего в переводе замечательного французского китай-веда, академика Станисласа Жюльена. Вот это его восприятие, оно очень интересным тоже получилось, потому что ведь в представлении Толстого все учения, ну как вот все реки текут в море, так и все дороги ведут к Богу. То есть в этом плане Лев Николаевич во всех учениях видел прежде всего сторону этическую, очень так сурово он к ней относился. Это тоже ведь отмечали даже последователи Льва Николаевича, которые очень хорошо его знали, которые были ему близки. Поэтому в первую очередь, и опять мы можем здесь опираться на суждение самого Льва Николаевича, прежде всего на его дневник. Так вот в дневнике 1984 года есть такая вот замечательная запись, что в дао-да-дин есть прежде всего проповедь непротивления злу насилием. И самое замечательное, то что в учении очень древнего китайского мудреца, который жил, ну по традиционной легенде, где-то он был современником Конфуция. То есть это вообще примерно шестой век до нашей эры. То есть это за две с половиной тысячи лет до самого Толстого. И тем не менее, вот в этом очень древнем тексте Толстой обнаружил примерно то, что он когда-то сам уже написал «Войне и мире». Все существа, я процитирую, все существа, растения и деревья входят в жизнь мягкими и нежными и умирают засохшими и жесткими. Жесткость и сила спутники смерти. То есть как в романе «Война и мир», да, мнимая внешняя слабость, беззащитность русского народа в 1812 году, в этой мнимой слабости была заложена победа, а в грозном могуществе Наполеона была заложена его гибель. И естественно, что Толстой не мог эту тему оставить просто так. То есть вот так получилось, что к тому же даосизму, к дао-даодзину он обращался еще два раза. И каждый раз проходило еще не менее десятилетия. Прежде всего, в 1893 году Евгений Иванович Попов, тоже еще один очень известный толстовец, пытался вместе с Львом Николаевичем еще раз перевести дао-да-дин. И дальше произошла судьбоносная для Толстого встреча, когда он познакомился с крещеным японцем. Звали его Каниси Масутаро, но в России он себя называл немножко по-другому. И вот Даниил Каниси, и вот именно Каниси уже с китайского языка перевел этот канон пути и благодати на русский язык. И даже успел его опубликовать еще за полгода до кончины Льва Николаевича в журнале «Вопросы философии и психологии» в 1909 году. Вот почему я обращаю на это особое внимание? Дело в том, что до сих пор этот перевод Каниси Масутаро оказывает огромное влияние на восприятие именно дао и даосизма в России, в русской культуре, даже в среде очень высокопрофессиональных исследователей. Скажем, в современном Китае в 2012 году была выпущена очень большая объемная антология того, как дао дадзин воспринимался в России. И образцовым русским переводом там был назван перевод Ян Хиншуна. Ян Хиншун это был такой деятель китайского революционного движения, который потом в 50-е годы публиковал переводы дао дадзина. Так получилось, что Ян Хиншун глубоко переработал отчасти и воспринял многие положения перевода Каниси Масутаро. И, соответственно, так получилось, что даже сами китайские специалисты считают, что это один из лучших русских переводов. Соответственно, мы уже практически к состоящему моменту 100 с лишним лет смотрим на учение даосизма, на учение дао дадзина глазами Льва Николаевича Толстого. Это, на мой взгляд, совершенно потрясающее явление. От даосизма Льв Николаевич, конечно же, не мог не обратиться к конфуцианству. Тем более, что в те времена Китай еще был конфуцианской империей. И, в общем, это все было вполне серьезно. Соответственно, главными проводниками для него опять могли быть только переводчики. То есть, если для дао дадзина это был француз Жюльян и еще был немецкий перевод, Виктор фон Штраус, его выполнил в свое время, то тексты конфуцианцев и, прежде всего, основателей конфуцианского учения, самого Конфуция и Мэнзе, второго после Конфуция, основателя учения, эти тексты, прежде всего, воспринимались его Николаевичем в английском переводе. Уже тогда был создан совершенно образцовый научный перевод английского миссионера Джеймса Лэга. Примечательно при этом то, что даже не то, что обратился Лев Николаевич к конфуцианскому учению, это как раз нормально. Здесь примечательно опять то, насколько глубоко, насколько он в корень опускался вот в эти неисследимые глубины. Дело в том, что, прежде всего, внимание Льва Николаевича привлекли два, откровенно, дидактических текста, учебных. Это так называемые каноны «Срединное и неизменное» и «Та-сюэ», это «Великое учение». Оба этих канона, они очень древние, но они были извлечены из более объемных сочинений и канонизированы где-то примерно в XI веке, то есть они отражали китайскую систему дидактики, что, безусловно, не могло Льва Николаевича не привлекать. Особенно тем, что конфуцианство, в силу того, что это такое своеобразное вечное учение, которое внешне может показаться каким-то очень простым, оно, безусловно, было ему необходимо. Так вот, в каноне «Джон Йон», то есть «Срединное и неизменное», его как раз и привлекла идея золотой середины, конфуцианское понятие вот этой середины, равновесия. И, конечно же, Льв Николаевич не мог это проектовать иначе, как в русле своих учений о любви и о непротивлении злу. Соответственно, он говорит, что линия середины — это такой своеобразный внутренний компас у каждого человека. Вспомним о том, с чего я начинал. То, что Льву Николаевичу, как и многим его современникам, нужно было найти как раз то, что человека сохранит в мире человеком. Вот, соответственно, вот этот принцип середины — это есть компас, который у каждого человека есть свой. И вот может этот компас помочь определить человеку. Он на правильном пути, он не отклонился, он следует ли куда надо. Ну, а отклонение, соответственно, ведет к трудностям в отношениях между людьми, между обществом и так далее. В работе над конфуцианскими памятниками больше всего Льву Николаевичу помогал тоже его верный соратник, тоже известный толстовец Павел Александрович Буланже. Но все-таки в основу Буланже положил не английский перевод, он положил француза, еще одного французского, замечательного китаеведа, Эжена Потье, однофамильца создателя интернационала. Но он был сверен с английским переводом Легга. Издательство «Посредник», которое, как известно, публиковало важнейшие труды самого Льва Николаевича и толстовцев, оно в 1903 году, то есть оно раньше, чем перевод даосистых, даосских канонов, оно публиковало книгу «Сборник такой жизни. Учение Конфуция». Там была и статья самого Льва Николаевича. И что интересно, вот в 1903 году ведь ситуация вокруг Китая, она была намного сложнее, чем когда Толстой впервые этим заинтересовался. Прошло, условно говоря, 50 лет. Если сейчас Китай, это уже практически держава номер один, которая, по крайней мере, очень быстро движется к этому положению, то в конце 19-го, в начале 20-го века ситуация была прямо диаметрально противоположной. Китай был очень со всех сторон обложен иностранными державами. Речь-то вообще о расчленении этой страны. Ситуация была очень сложна. И тем большее было, если хотите, и духовное, интеллектуальное мужество Толстого, который объявил, что оказывается Китай в лице, в том числе и Конфуция, и всех его последователей, это оказывается оплот истинной, истинной, практической мудрости. Не пустой какой-то, не отвлеченной, а практической мудрости. И эта мудрость по Толстому состоит в том, чтобы жить, жить мирной, спокойной, земледельческой жизнью. И вот эта жизнь с традиционными ее ценностями, с традиционными радостями, с неспешным ритмом, она оказывается по-настоящему свободной и единственно свободной. Ну, понятно, что, как всегда, у Льва Николаевича это была истина, уже составленная для него заранее. То есть на основе собственного опыта, опыта его экспериментов в Ясной Поляне, опыта общения со множеством людей по всему миру. А мы ведь также еще и не забудем, что ведь среди всех своих современников уровень общения и связи Льва Николаевича с интеллектуалами Востока, он был запредельный. Больше ни у кого из современников, даже у признанных интеллектуалов, специалистов по языку, по культуре, больше такого не было. А здесь вот Лев Николаевич в конфуцианстве опять находил вечные и для себя, и, как он считал, для всего мироздания истины. Человек не должен делать зла другому. Выше стоящий не должен обижать и презирать стоящего ниже его. Делающий другому зло, оскверняет и оскорбляет и унижает сам себя. Мир предназначен для человека, и ничто не должно омрачать его пребывание на земле. И поэтому человеколюбие — это и есть высший и всеобщий принцип повседневного поведения. Вот так понимал Конфуция Толстой. Более того, Лев Николаевич у Конфуция нашел подтверждение еще одной своей излюбленной мысли, которую он, кстати, выразил еще до того и в исповеди своей знаменитой, и в трактате «Так что же нам делать?» Речь идет о бесконечности познания, о бесконечности процесса познания истины. И именно вот этот поиск, вот это хождение по пути, а ведь по-китайски «дао» — это ведь и есть путь. Так вот, поиски по этому пути радостны. Как радостно всегда любое уразумение жизни, как радостен процесс познания. И, видимо, очень нравилось Льву Николаевичу то, что главный памятник Конфуция, «лонь-юй», то есть «беседы и суждения», или по-английски «энэлектс», «аналекты», оно начинается фразой «не радостно ль учиться, и наново постигать новое». И опять же у Конфуция Лев Николаевич нашел афоризм, который он тоже включил в состав избранных афоризмов Востока, тоже они были опубликованы под его редакцией. В афоризме этом сравнивался процесс познания с потоком воды. Течение воды, то есть уразумение жизни, практическая мудрость подобна течению воды. Множество ручейков сливаются, образуют реки, потом реки образуют моря и океаны. То есть множество, множество, вот опять это уже излюбленная мысль Толстого, она есть и в «Войне и мире», она многократно им повторялась. Множество, множество усилий в поисках истины сливаются и ведут к безбрежному океану. Радости от познания и к океану вечного познания. Примечательно еще что. Вообще, если мы откроем комментированное, хорошее собрание сочинений Толстого, где будет именной указатель, мы убедимся, что, в общем-то, китайских имен там упоминается, помимо Конфуция, помимо Лао Цз, помимо Дао Дадзина, упоминается довольно много. И в числе еще двоих, собственно, одного я уже назвал, это Мэнзе, был еще и Модз, еще один практический ученый. Лев Николаевич, еще раз повторюсь, он не интересовался конфуцианством как таковым, хотя, наверное, он мог бы там найти много чего для себя интересного. Например, то, что Мэнзе утверждал, что природа человека, она абсолютно, она абсолютно от рождения врожденно благая. И поэтому окружение человеческое, общение, само общество, оно должно помогать ему развиваться. И Мэнзе он поэтому резюмировал, что интересно, в круге для чтения, в круге чтения, то есть книги, опять же, предназначенные для необразованных простолюдинов, где он говорил, во всех людях есть чувство милосердия, стыда, ненависти к пороку. Каждый может посредством самовоспитания и взрастить эти чувства. Одному из своих вернейших последователей, Черткову, Лев Николаевич в конце жизни писал, «Показалось мне, что учение любви, как самое удобное утилитарное учение, предполагалось еще вот когда у китайцев, и очень плохо опровергнуто». Так, наверное, оно и получилось. Мысль о братстве людей, мысль о дружбе между народами, вообще о всеобщем мирном созидательном труде, она была, наверное, главной доминантой всей жизни Толстого, как он ее себе представлял, как он ее прожил. И вот именно то, что это было ему бесконечно дорого, бесконечно дорого было этому гению, именно оно и побудило его изучать философов древности и популяризировать их в России. И, как мы можем легко убедиться, ему это блистательно удалось. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok